В Дальних Зеленцах ученые биофака МГУ исследовали микроорганизмы, которые уничтожают пластик. Помощь в этой работе оказывали добровольцы Единого волонтерского центра Мурманской области и проекта «Чистая Арктика». Пять дней волонтеры собирали и сортировали береговой мусор в Дальних Зеленцах. В итоге им удалось очистить территорию от 2,5 тонн отходов. В это время ученые проводили исследования, которые помогут внести вклад в проблему переработки отходов, а также установить степень загрязнения пластиком побережья Баренцева моря. Я не надеялся, что мы вообще его найдем в таких заводях, потому что судов мало заходит. Там идет накопление судов, там чаще этот пластик можно найти. Но оказалось, что когда-то что-то где-то здесь стояло и что-то осталось. Можно в любом месте где-то найти этот пластик. Побережье Баренцева моря было выбрано не случайно. Оно, по оценкам ученых, гораздо загрязненнее берегов Белого моря. Там показатели примерно в 100 раз меньше. Теперь часть собранного мусора отправят на переработку для вторичного использования. А некоторые находки перевезут в Москву для лабораторного исследования микроорганизмов, способствующих деградации пластика. Мы выделяем микроорганизмы, способные к деградации пластика. Тестируем их на такую способность. Мы считаем концентрацию микропластика в поверхностных водах. Мы оцениваем загрязнение пластика в береговой линии. И у нас есть общественная составляющая. Это вот то, что касается субботников. Во время экспедиции волонтеры очистили бухту Зеленецкую и Порчниху. В общей сложности активисты преодолели более 2000 километров по пересеченной местности. Они, безусловно, прониклись бережно в отношении к природе. Они понимают, как можно относиться к тому же пластику на берегу. Понимают, что такое микропластик. Оставь это место таким же чистым, каким оно было до тебя. Если бы все, кто посещает эти места, придерживались бы этой фразы, и те, кто посещает вообще береговые линии, моря, озера, океаны, то было бы все гораздо лучше. Работа ученых будет продолжена. Но и волонтеры вместе с северянами не останутся в стороне. Планируется, что в скором времени в Мурманской области проведут новые субботники на различных территориях.